Итак, новости. Скоро будет мой основной курс под названием GameDev. Иконки и пропсы. И специально для него я сейчас сижу и пишу бесплатный курс. Вот сейчас можете увидеть себя на экранах. В нем я расскажу, кто такой художник по иконкам и пропсам. Также расскажу, что такое иконки и пропсы и в чем же их отличие. Потому что многие не разбираются в них и не могут понять, чем же одно отличается от другого. Также расскажу, как красятся 3D объекты в студиях. И покажу на своем примере покрас 3D так же поэтапно, как у меня уроки на ютубе. После этого мы финализируем нашу иконку. И в конце я расскажу дизайн решения, которые способствовали созданию этой иконки. А теперь переходим к татуру. Спасибо за внимание. И конечно поставьте лайки и напишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в следующем видео. Ну или просто напишите какой-нибудь комментарий. Мне очень понравилось то, как вы отреагировали на мои просьбы в прошлом видео. Вообще очень сильно бодрит. И поэтому я стараюсь теперь регулярно записывать видео. Всем привет. В общем, давайте с вами попробуем покрасить нашу 3D модель. Но не типичным способом, который в целом бывает в нашей индустрии. Хотя тоже типичным способом. Градиент мапа. Итак, что мы делаем? У меня есть 3D модель. Я, наверное, даже сделаю так, что я скину ее себе в Telegram канал и даже ВКонтакте. Вот вы можете скачать и вот этот 3D рендер и ID карту. И попробовать покрасить либо по моему туториалу, да, как сделал это я. Либо же попробую сделать это самостоятельно. Возможно через разные режимы наложения и так далее. Чтобы просто получить интересный результат. Ну и естественно получить какой-то опыт. Итак, что мы имеем? У нас есть 3D модель. Я возьму сейчас инструмент Gradient Map и начну накладывать его на нашу поверхность. Вот. И, наверное, я начну с того, что я удалю нашу масочку. Буду использовать такой инструмент как Pen Tool. И при помощи него сейчас мы зададим... Даже, наверное, без Pen Tool сейчас. Зададим сейчас цвет. Я хочу сделать, в общем, желто-оранжевую коробку, на которой мы наплели фиолетовую ленточку. Вот. Соответственно, надо было вот эти точки удалить. Эту точку я поставлю в Сандер. Location 50. И задам какой-нибудь желтый цвет. Надо будет сейчас немножечко чистенько поработать. Я надеюсь, что он не получится в первого раза. Дело в том, что глаз, он в любом случае замыливается. И там, по крайней мере, я, который я не являюсь таким сильным профессионалом в Gradient Map, могу тут зафакапить. Так что я делаю? Я взял точку на 50%, расположение 50%, и я накинул на него базовый цвет моей коробки. Это что-то между желтым и оранжевым оттенком. Вот. Теперь я вставил самый яркий оттенок на 100%. Это пока на глаз. Да. И также я поставил самый темный оттенок. Вот. И при этом нужно понимать, что цвета, как бы самые яркие и самые темные, они должны сдвигаться по значению оттенка Hue. Вот. Поэтому такое помнить важно. Поставим здесь Hue не 37%, а давайте 30% или даже давайте 25% и сделаем чуть-чуть темнее. Вот. При этом будем держать насыщенность и уменьшать яркость. Так. Возможно, не 25. 20. Или 30. Нет. 20. Я стараюсь смотреть на вот эту вот полоску, справа, где у нас работает Gradient Pack, чтобы у нас как раз-таки получалась чистая линия. Точнее, чистая линия – это не бренд, конечно. Получалась линия из чистого цвета. У нас тут в начале, конечно, немножко грязноватые цвета. Но ладно. Вот. Чуть-чуть я уменьшу. Вот. Можно поставить попробовать 15. Окей. Это пока на всякий случай. Мы в любом случае можем, не можем, а скорее всего будем менять. Теперь нам необходимо создать промежуточные цвета. Я беру вот этот цвет Color, да, который на 50% кликаю сюда. Потом Location ставлю также 50. и при помощи пипетки я кликаю по этому месту, где у меня 75 примерно процентов. И в Location ставлю 75%. Вот. Что мы сделали, да? Мы создали точку, переместили ее на ровную точку 50%, скопировали цвет для нее, и как поставили ее на значение 75. Вот так вот. Я надеюсь, что вы поняли. Теперь необходимо подобрать цвет. Вот я смотрел на эту полоску. Нам нужно сдвинуть эту полоску еще по цветам, да, больше в желтой. Давайте не 34, да, а 45 попробуем. Я вижу, что между 30, между вот средней точкой и следующей точкой появилась как раз растяжка, нужная нам. Может даже не 50, не 45, а давайте 50 попробуем. Да. И может быть мы сделаем чуть-чуть поярче. или нет ли. Как будто бы пока ничего. Вот. И тут у нас получается, что 50, 80, 100. Можно эту точку удалить, да, берем эту точку, двигаем сюда, и тут мы делаем ярче, да, и давайте не 50, а 60. Вот. То же самое теперь делаем здесь. Берем эту точку, кликаем сюда, потом Location ставлю 0%. Так, 0%. Копируем отсюда пипеткой цвет, ставим Location 25. Вот. И смотрим на растяжку цветовую. В целом она очень даже адекватная. Сейчас я смотрю, смотрю. А если поставим не 30, а 25? Ну, кстати, да, ничего. Давайте поставим 25. И вроде бы пока нормально. Может здесь цвет мы сделаем чуть ярче. Да, и чуть более насыщенно. Так. Ну, если 20 поставим. Нет, 15. 10. Вот, кстати, 10 ничего. Эй. Ну, вот так, давайте 10. Saturation 100. Brightness 45. Или 40. Ну, 40 давайте поставим. Окей. Теперь. Необходимо накидать цвета таким же образом и для других элементов нашего рисунка. Это лента. Но вот я хочу нижнюю часть коробки немножко в другой цвет покрасить. Вот тут у меня на крышке есть отдельная форма для сердечка. Ее тоже я покрашу обязательно. Ну, и лента, как я сказал. Что мы сделаем? Я беру инструмент Pen Tool. Теперь я при помощи нее начинаю так, вырезать крышку. То есть, вот этот цвет, который мы только что создали, я, наверное, возьму для нашей крышки. Вот. Вот поэтому я, что я делаю? Я вот так вот выделяю. Аккуратненько. То есть, если вы работаете градиент-мапами на каком-нибудь казуальном проекте, то вам нужно создавать очень аккуратные вот эти вот формы, шейпы. Желательно много точек не оставить, иначе форма может чуть-чуть искривиться. Кстати, вот эту точку можно удалить. Вот. Нажимаем shape. Так, нажимаем на клавишу A. Строк мы убираем. А, да, что я делаю? Я просто выделяю весь shape при помощи инструмента Path Selection Tool. Да, вот так вот выбираем. Нажимаем Ctrl-X, чтобы вырезать. Выбираем градиент-мап и нажимаем Ctrl-V, чтобы вставить. И тут, когда мы выбираем Paint Tool, нам важно, чтобы вот здесь стояла Combine Shapes. Вот. А не другие режимы наложения. Дальше. Блин, надо было вот эту штуку вырезать. Хорошо. Давайте вот эту часть тоже покрасим. Да, выделяем. И так как мы уже работаем в пределах этого shape, у нас автоматически происходит покраска того места, которое мы выбрали. и то же самое здесь. Вот. Как вы видите, у нас получилась сразу очень красивая, такая желтая фигура. Теперь я сделаю дубликат моего градиент-мапа. Выбираю нашу маску, нажимая на клавишу A, выделяется инструмент Price Selection Tool. Я выбираю все это и удаляю. Так, не так. Через Delete. Да, удаляю. Нет, почему? А, нет, это не так работает. В общем, ладно. Включаю новый градиент-мап. Нет, все, вру, вру, вру. Я уже немножко запутался. Выбираем вот эти вот шейпы и здесь нужно поставить Substract from Front Shape. Вот. Это значит, что мы заливаем все, кроме вот именно то, что выделили. Теперь мы сейчас подберем цвет для нижней части коробки. Так. Ну ладно, хорошо. Будем разбираться чуть попозже. Так, необходимо создать цвет давайте не такой же, да, а может чуть более оранжевый, чтобы у нас получается верхняя часть, крышка, она была светлее, чем нижняя часть. Или наоборот сделать. Сделай так, чтобы нижняя часть была светлее. Нет, давайте все-таки сделаем темнее. Вот. И так как у нас тут точки расслаблены, мы их просто сдвинем по значению Q вниз. То есть, если здесь было 37, давайте поставим не 37, а 25 попробуем. Вот. То есть, условно, на 12, да? На 15. Вот тут было 50, поставим 35. Ой, не 360, а 35. Вот. Здесь то же самое. Нажимаем ОК. Берем эту точку. Поставим 45. Но это все, на самом деле, пока на глаз. Мы в любом случае будем потом править. Берем эту точку, поставим здесь не 25, а 10. Так, ОК. Берем эту точку. Теперь ставим здесь не 10, а давайте... Ну, давайте 0 поставим. Вот. И в целом, как будто бы уже тоже ничего смотрится. Как будто бы можно ничего и не трогать. Так, ОК. Ведь как здорово. Но тут одна такая ситуация, или такая штука. Давайте мы пока отключим Gradient Map, возьмем Pintool, выделим вот эту вот нижнюю часть. Аккуратненько. Как работает Pintool я вам рассказывать здесь не буду. Вот так вот. Эть. Все, можно просто вот так вот выделить, да? И то же самое здесь. Видите? Видите? Выделили. Вроде больше нигде вот эта вот нижняя часть не видна. Клавишу А выделяем все это. Вырезаем. Теперь проявляем наш Gradient Map. И нажимаем Ctrl V, чтобы вставить. Вот. И что у нас получается? У нас предыдущий шейп, который здесь был, он удалился, да? И появился только вот этот. Мы берем из вот этого Gradient Map вот эти вот шейпы. Копируем. Ctrl C. Да, вот сюда мы вставляем их. Ctrl V. И здесь мы ставим Substract. Вот. Что мы сделали? Мы взяли вот этот шейп, который мы изначально создали, накинули на него шейп вот с этого Gradient Map и сказали, вырежи нам, пожалуйста, из этого шейпа, вот эти вот верхние шейпы. И вот получилось то, что мы видим. Вот такая вот картина. Красиво? Я думаю, что красиво. Теперь не создадим. А давай можно просто-напросто сдублировать, да? скрыть пока. Нажимаем Pentool. И теперь мы можем просто взять у нас... А, нет, давайте с крышкой поработаем. Вот у меня охота с крышкой поработать. Давайте уберем пока эти Gradient Map, чтобы лучше видеть наше сердечко. Вот. Я изначально хотел красить эту коробку через режимы наложения, поэтому у меня тут была ID-карта. Я на всякий случай ее вам скину. Вот. А вы можете либо Gradient Map покрасить ее, либо режимы наложения. При работах с режимами наложения Gradient Map очень классно работает вообще. Так, вот я выбрал вот эту вот штучку. Теперь Ctrl-X, чтобы вырезать. Вот так все проявляем, да? И вот на верхнем Gradient Map нажимаем Ctrl-V. Вот. И получается такая штука. А вот здесь, где у нас желтая штучка, я нажимаю A, чтобы у нас вот эти вот шерпы проявились, да? И нажму Ctrl-V. То есть если я сделаю так, что у нас сперва не были проявлены, и нажму Ctrl-V, у меня предыдущие шейпы удаляются, а нов... Ну, как бы и остается только новое, которое мы вставлены. А так как мы проявили все и после этого вставили, у нас все шейпы предыдущие сохраняются. И что мы делаем? Здесь я беру вот этот шейп, который я вставил, нажимая здесь Substract, Front Shape. Вот. И получается вот такая вот штуевина. А вот здесь вот у нас наоборот проявилась. Видите, да? И тут я бы, наверное, цвет взял бы с нижней части, кстати. Угу. То есть я вот эту вот беру нижнюю часть, копирую, прикрепляю, вставлю сюда. Вот это пока я скрываю, да? И видите, я пока еще ничего не проявил. Если я нажму Ctrl-V, вот у меня все предыдущие шейпы удаляются, и появляется только вот последний, который я вставил. Вот. И на желтом, на желтой крышке оранжевое такое сердечко, мне кажется, в целом нормально смотрится. Ну как, оно потенциально сердечко, мы же его точно не видим, правильно? Доигрывает наше воображение. Дальше. Поработаем с... Так, теперь давайте мы создадим gradient map для нашей ленты. Что я сделаю? Давайте на новом слое просто-напросто я сейчас выделю вот эту вот часть. Да, можно, наверное, просто вот так вот делать. Но главное начать именно отсюда. Там, где у нас начинается вот это вот оранжевое сердечко. Вот так вот выделяю. Короче, надо аккуратненько вот так вот все произвести. В пределах нашего оранжевого сердечка, да? Вот. А потом вот так вот. Вот так вот сделать. Все. Нажимаем A, Ctrl-X, да? Сдублируем наш последний gradient map и нажимаем здесь Ctrl-V. Вот. И тут у нас что появляется? Не Substract, а Combines. New Shape надо сделать. Вот. Из этого шейпа мы давайте вырежем вот эту вот штуку. Ctrl-C, копируем. Вставляем сюда Ctrl-V. Нажимаем Substract from Shape. Потом из этого шейпа вырежем вот эти шейпы. Ctrl-C. Так вот, Ctrl-V. Тоже Substract from Shape. Теперь выделяем все эти шейпы сюда. Merge Shape Components. Вот. Отлично. И вот у нас получилась вот такая вот делюка. Вот такая. Что мы делаем теперь? Нам необходимо вот этот шейп, да? Вырезать из этого шейпа. Вот. Вставляем и нажимаем Substract from Shape. Чтобы цвета не накладывали друг на друга. Вот и все. Мы забыли, короче, вот здесь вот еще покрасить. Берем Pen Tool. Выделяем вот эту вот штуку. Ctrl-X. Ctrl-V. А, и тут он должен быть Combined Shapes. Вот. И из него мы вырезаем вот эту вот вещь. Ctrl-C. Ctrl-V. И Substract. Все. Теперь задаем для нашей ленты он фиолетовый оттенок. Ну вот. Я уже пробовал. Я уже снимаю второй раз процесс покраса. Так. Удалю все эти точки. И задам базовый цвет. Да. Пусть он будет какой-то, наверное, вот такой вот. Ближе к розовому. Сейчас я отключу телеграммчик. Ой-ей. Так. Вот какой-то такой оттенок. Нажимаем ОК. Теперь. Задаем ему самый яркий оттенок. Это вот что-то вот сюда. Ближе к холодному. Или нет. Ближе к теплому. Сюда. И выбираем для него темный оттенок. Вот здесь уже холодный оттенок пойдет. Более такой темный. Нажимаем ОК. Теперь нужно выбрать. Ну, во-первых, мы смотрим. Да. Вроде бы цвета очень даже нормальные. Так. Посмотрим в ЧБ теперь. Да. Ничего. Подходит. Так. С обратной с ЧБ переведем. Выбираем промежуточные цвета. И надо будет смотреть за частотой этой линии. Берем этот цвет. Ставим сюда. Тут локейшн будет 25 должен быть, да? Так. Здесь ставим 0. Локейшн. Выбираем пипеткой цвет отсюда. И ставим локейшн 25. Все. То же самое здесь. Ставим сюда. Локейшн ставим 50. Выбираем пипеткой отсюда цвет. Ставим локейшн 75. Ага. Так. Вот тут вот может быть, кстати, чуть-чуть почище цвет мы сделаем. Так. У нас вот здесь вот какой оттенок? 300. Давайте, да? Что-то там с трактористом. Но мы слушать не будем. Давайте поставим здесь. Давайте. 285. И смотри вот сюда. Вот, кстати, как будто бы даже... Нет. Если 295. Ну, кстати, 295 ничего тоже смотрится хорошо. Яркость. Нет. 60. Ну, кстати, 60 было нормально. Ставим 100. Окей. Такой цвет жвачки у нас получается. Так. Здесь вот... Так. Ну, здесь, короче, без особых изменений. Просто округлим цифры. Для комфорта, да? 135. Теперь здесь цвет. Так. Тут было 300. Давайте здесь поставим... Не 300, а 4. Давайте 310 попробуем поставить. Так. Сатурэйшн. Так. Давайте лучше вот так вот потыкаем. Нет. А-а. Вот сейчас, кстати, цвет в целом адекватный. Может, да, просто брать нас поставим не 95, а 100. Ага. Так. Хью 305. Сатурэйшн 55. Брать нас 100. И вот здесь вот. Так. 311. Давайте 315 попробуем поставить. И все остальное окей. Так. Хорошо. Теперь нам необходимо выбрать цвет для средней полосы ленты. Вот он будет более темный. Угу. Я, наверное, просто пентулом пройдусь. Так вот. Выделяю, да. А, вот так вот выделю. Так. 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 Ну, так вот. Продолжение следует... Ну вот, осталось еще немножко Так, ну вроде бы ничего Нажимаем shape Так, надо сохранить И перезапустить файл Ага, так Выделяем этот shape Ctrl-X Можно скрыть Копируем gradient map Прикрепляем Нажимаем Ctrl-V И тут мы ставим Combine shapes А вот тут Так, выделяем Как его наше shape Нажимаем Ctrl-V А, вот тут мы еще забыли Вот черта Копируем И вот с внутренней стороны тоже. Так, нет, выделяю вот этот шейп, вот этот шейп, вот этот шейп. Нажимаем Shift-A. Они у нас полностью выделяются. Ctrl-X и Ctrl-V. Нет, так надо обязательно выделить эти шейпы. Ctrl-V. И ставим для них Combine Shapes. Вот так вот такая штука. Теперь, соответственно, мы выделяем все это. Ctrl-C. Проявляем вот это. Здесь мы можем вот эти вот шейпы удалить, которые мы создавали. Нажмем Ctrl-V и тут выбираем Substract. Да, и сейчас мы красим чисто вот этот шейп, который мы только что создали. Так, и тут, наверное, можно действительно просто пододвинуть. Сделаем для него, наверное, цвет потемнее. Ага, посмотрим. Давайте Hue, давайте пусть будет не 300, а 285. Ну, кстати, уже ничего смотрится. Теперь вот здесь вот. Мне здесь не 295, да? А 280. Ну, кстати, тоже ничего. Здесь тоже пододвинем. Пусть будет 255. Вот тут мы пододвинем. Пусть будет 290. И тут у нас будет 300. Что-то опять с трактористом. Так, окей. Смотрим в ЧБ. Здесь немножечко теряется. Давайте мы на свету сделаем чуть темнее. Так, вот это мы убрил в бок, чтобы не мешалось. Вот здесь вот давайте мы сделаем чуть-чуть темнее. Вот, кстати, ничего в целом. 290, 80, да? 100. Вот здесь вот тоже сделаем чуть-чуть темнее. А, почему здесь 280? А, 290. А тут 255. Давайте мы оставим здесь 280. Только тоже чуть-чуть темнее сделаем. Чтобы было видно, situation 100, brightness 75. Так, и тут у нас было 280. 280, поставим здесь тоже 280. Не канай, 270. Ага, и тоже чуть-чуть темнее. Окей. И тут... Так, тут у нас 270. Я, видимо, как-то не так посчитал. И тут нормально. Вот. Кстати, я подумал, что, наверное, вот эти вот ленточки мы тоже покрасим в этот цвет. Как будто бы нормально смотрится. Так, вот выделим. Они у нас в этот... В текстурах пропали чуть-чуть. Так, пусть они будут... Combined shapes. Тут тоже самое. Продолжение следует... Вот, проявляем. Вот эти, кстати, части надо вырезать отсюда. Вот получится какая картина. Теперь вот с этой жвачной темой надо разобраться. Слишком ярко получилось на свету, что ли. Так, попробуем это не 390, а 290. Нет. 300. Так, а здесь у нас 300, да, было? 305. Так, 310 поставим. 310. Угу. 320. 290 попробуем. Ну, кстати, ничего. Так, окей. Смотрим. Блин. Конечно, прикольно. Но коробка у нас получилась суперяркой. Может, тени сделаем чуть... Чуть менее насыщенным. То же самое у оранжевой части. Ну вот. Вот, и у фиолетовой тогда мы тоже насыщенность уберем. Ну вот. А может мы наоборот сделаем? Может быть мы вот эту часть внешнюю сделаем темнее, а внутренне светлее? Давайте мы сделаем следующее. Возьмем, сохраним этот gradient map. Вот этот мы тоже gradient map тоже сохраним. И просто их поменяем местами. Для этого gradient map у нас будет потемнее цвет. А для этого gradient map у нас будет цвет посветлее. Да, кстати, так намного лучше смотрится. Так, ну и напоследок давайте мы сделаем чуть-чуть светлее наши ленточки. Я думаю, что они будут смотреться так лучше. Возьмем центральный цвет, сделаем поярче. Вот этот цвет тоже сделаем чуть ярче. Вот. Вот эту тенюшку ярче, наверное, не стоит делать. Чуть-чуть темнее, может быть. И чуть более серый оттенок уйдем. Так, окей. И то же самое с этим фиолетовым. Но вот я не знаю, стоит ли делать его ярче. Чуть-чуть, может быть. Базовый цвет, если чуть пододвинуть, и будет нормально. Теперь давайте, как самый конец, да, скопируем нашу 3D-модель. Так. Зададим ему BlendingOptionStroke. Давайте Size. Ну, файл в целом большой. Давайте 20 поставим. Size. Outside, да, главное, чтобы было. И подберем цвет. Давайте с оранжевым начнем. Более темный, чуть более красный. Давайте 15. Вот как-то так вот. 70. Окей. Окей. Группируем в папку. Создаем сверху новый слой. Делаем прикрепление. И здесь уже при помощи жесткой кисти будем задавать уже оттенок, точнее обводку к конкретным цветам. Вот здесь вот крышечки. Вот здесь вот ленточки. Блин, очень сильно походит на то, что у нас на фоне. Ну, чуть-чуть, да, чтобы отличалось все-таки хотя бы. То же самое здесь. Давайте просто выделим. Вот этот цвет берем. Делаем чуть темнее, более фиолетовый. Берем этот цвет. Хотя тут уже не этот цвет. Больше желтый, да. Так вот. На цвету, конечно, цвета надо будет подкорректировать. Но пока так. Так, теперь мы берем вот этот цвет. Беру мягкую кисть. Делаем не такой контрастный. 한 раз. Ну, вот это. Так. 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 тут у нас еще снизу как-то так вот выделяем мягкая кисть берем чуть-чуть проводим вот так по грани тут у нас немножко другой цвет получается вот такая вот картинка может быть строк мы чуть уменьшим пусть будет 10 да и все-таки на этих желтых местах надо чуть и мне сделать тут у нас что-то вот но вроде бы все всем спасибо за внимание надеюсь было полезно